Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня на канале НВК САХА первый выпуск специальной еженедельной программы «Якутия 20 лет в 21 веке». В нашей программе мы решили проанализировать и осмыслить итоги первого 20-летия в новом тысячелетии, понять, какой республика вступила в новый век и какое наследие принесла. В нашей студии каждую неделю мы будем обсуждать с нашими гостями из самых разных профессий, как с их точки зрения изменилась Якутия и каких итогов, каких результатов ей удалось достигнуть в различных сферах медицина, культура, развитие, IT-технологии, инфраструктуры. Сегодня в первом выпуске программы нашим героем и гостем станет главный внештатный онколог Минздрава Республики Саха-Якутия, кандидат медицинских наук, заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии якутского республиканского онкологического диспансера Феодосия Иванова. Феодосия Гаврилина, здравствуйте! Здравствуйте! Вы пришли в медицину в период непростой социально-экономической ситуации. Сейчас у вас уже более 30 лет стажа. Вам тогда было сложно работать? Ну, сейчас, если так рассуждать, конечно, я трудовую свою карьеру начинала в далеком 1980 году. После окончания медучилища я попала в маленькую деревушку Вилюйского района тогда и работала фельдшером. Конечно, я там встретила, как бы, свои первые трудности. Что такое? Вот после 8 класса я поступила в медучилище, закончила медучилище 18 лет, и мне доверили вот такую деревню, где я принимала сама и роду принимала. Конечно, было сложно работать, лекарств не было, как сейчас, но люди другие были. Наверное, это население мне помогало работать. А почему выбрали направление онкологии? Ну, случайно ничего в этой жизни не бывает. Профессию онкологии я, ну, на самом деле, как бы пришла случайно, и в то же время онкология меня всегда интересовала. Почему? Потому что у меня родная тетя, которая меня воспитала, вместе с нами жила, тетя Аня, она умерла от рака легкого. Когда мы приехали из Вилюйского района сюда, в Якутск, нам сказали, что, к сожалению, это запущенная форма рака легкого и ничем помочь нельзя. И тогда вот та боль, которая меня никогда не покидает, и все время, и вот даже со стажем, 30-летним стажем, сейчас я думаю, чем еще помочь тяжелым пациентам. И вот пришла в онкологию в 90-х годах, и до сих пор работаю. И, конечно, онкология, она и в то же время тяжелая, и в то же время очень-очень интересное направление медицины. Неизученного до сих пор очень много. Сейчас очень много молодежи к нам пришло, и получается, что вот это направление онкологии еще дальше будет бурно развиваться. А почему, как вы думаете, именно рак стал бичом 21 века и вызывает такой вот сильный страх у людей, ведь существует масса других вот опасных и неизлечимых болезней? Самое главное у нас проблема с ранней диагностикой. Люди зачастую приезжают к нам в запущенной форме, и практически медицина как бы становится бессильной. И все думают, что онкология неизлечима. На самом деле, если это первая-вторая стадия, на сегодняшний день четко я могу сказать, как онколог, да, это излечимая патология. И сейчас, как уже говорила, очень бурно развивается онкология, поэтому бояться от этого не надо. С тех пор, как вы учились по специальности, сильно ли изменилась система медицинского образования? Сама система особо не изменилась, но изменилась, значит, технология. Сейчас в мединституте есть огромный зал симуляционной медицины. То есть там, как живые люди, манекены лежат, буквально там все органы видны, и студенты занимаются. И второе, это, конечно же, нам показала пандемия, что образование можно получить дистанционно. И причем все зависит от самого студента, если студент, он желает учиться, все равно независимо от дистанционного, очного, и может получить хорошее знание. А что по поводу специалистов? Какие, на ваш взгляд, самые главные черты характера у врача? Вот что вы ищете в молодых специалистах? Ну, для врача, я бы сказала, вот для врача-онколога самое главное – это доброе сердце, желание помочь людям. Это, я бы сказала, даже больше социальное направление медицины. А что по поводу востребованности якутских специалистов за пределами нашей республики? Не было ли таких ситуаций, когда вас пытались переманить в больницу других регионов или стран? Вас или ваших коллег? В последние годы, да, были такие моменты, что наших специалистов приглашали в другие регионы. Дело в том, что врач-онколог, на подготовку врача-онколога идет много лет. Во-первых. Во-вторых, онкологов в Российской Федерации, их очень мало. А то сугубо это как бы узкая специализация. Ну, кстати, говоря о других временах, вот с тех пор, когда вы учились и сейчас, как сильно изменилась медицина? Конечно, медицина очень сильно изменилась. Это в первую очередь наш социальный уровень жизни улучшилась. Люди стали, население стало другое, значит, они стали более сознательные, они стали больше времени, внимания уделять своему здоровью. Очень много людей на сегодняшний день, которые как бы соблюдают здоровый образ жизни. Количество людей, которые отказываются от курения, от алкоголя, с каждым днем увеличивается. А ведь в онкологии, по данным Международного агентства изучения рака, 40% причины это курение и алкоголь. И, конечно, благодаря развитию вот этой технологии, медицина стала сейчас, добилась очень хороших результатов. Колоссальные, уникальные оборудования появились именно в медицине. В области онкологии сейчас, на сегодняшний день, у нас, например, в нашем диспансере, значит, обеспеченность оборудованием, медицинским именно оборудованием, очень хорошая. И в последнее время, благодаря национальной программе здравоохранения, государство выделяет колоссальные деньги для того, чтобы медицина стала доступной для населения и медицина стала качественной. Феодосия Горелина, вы наверняка прекрасно помните тот момент, когда вы переехали в новое здание. Скажите, вот какое было ваше впечатление и чего не хватало вам в вашем предыдущем помещении? Конечно, вот переезд на новое здание нам дало мощный толчок развития. Когда в 2018 году, значит, Айсен Сергеевич стал главой республики, конечно, в первую очередь он начал свою работу с проверки как бы социальных объектов, и в том числе онкологии. И я помню очень хорошо этот день, в ноябре месяце, Айсен Сергеевич к нам пришел и увидел своими глазами, в каких условиях мы работаем и, самое главное, в каких условиях лечатся наши тяжелые онкологические пациенты. Мы жили в КПД-здании, узкие коридоры. После операции наши хирурги, лифтания была, после операции наши хирурги на своих руках таскали своих пациентов. И после того, как мы переехали в вот это новое здание, широкие коридоры, широкие палаты, буквально такое ощущение было, что мы попали в какой-то дворец, да? И, конечно же, с расширением вот этого материально-технической базы и у нас расширился коечный фонд. Например, если у нас было 120 коек на сегодняшний день, у нас 195 круглосуточных коек и 35 коек дневного стационара. Вообще онкология состоит из трех направлений. Это, значит, лечение, хирургическое лечение, лечение лучевым методом облучения, по-другому говоря, и противоопухолевое лекарственное лечение. Конечно, с развитием, значит, медицинской технологии у нас на сегодняшний день появилась возможность произвести, выполнять высокотехнологичные оперативные вмешательства. То, что касается лучевой терапии, у нас вот в 2019 году мы закончили реконструкцию радиологического отделения, и площадь радиологического отделения увеличилась почти в три раза. И получили новый линейный ускоритель. А то, что касается развития лекарственной терапии, это, в первую очередь, я бы хотела остановиться, это иммунотерапия опухолей. И вот с развитием иммунотерапии, конечно же, лечение онкологических пациентов стало возможным даже в далеко зашедших стадиях. Ну, получается, что за последние 20 лет уже увеличились шансы обнаружить заболевание на ранней стадии. Я права или нет? Да, да, совершенно правильно. Насколько сегодня развита практика использования превентивных методик лечения онкологических заболеваний? Превентивная медицина – это совершенно новое направление в медицине. И это направление, оно изучает организм как в целом. А онкологическая патология – это, я бы даже сказала, системная патология, поэтому развитие этого вида медицины, оно, несомненно, поможет и профилактике, и раннему выявлению. В конце нашей программы мы задаем гостям три специальных вопроса о них самих и о Якутии. Итак, вы готовы, да? Главная черта характера настоящего якутянина? Я думаю, терпение. Терпение и добросовестность. Почему? Потому что мы живем в очень суровом регионе, мы очень терпеливы, и нам это по жизни очень помогает, я считаю. О чем никогда нельзя забывать в Якутии? О здоровье. И если вы проснетесь в Якутии через 20 лет, что вы увидите за окном? Высотки увижу, высотные дома, красивые дома. Возможно, аэромобили будут, из этих домов они будут, из одного дома в другой дом. Замечательные мечты. Эфирное время программы «Якутия. 20 лет» в 21 веке подходит к концу. Феодосия Гаврилина, огромное вам спасибо за то, что приняли участие в нашей программе, за то, что поделили своим мнением о нашей республике. Я, Ларина Сукуева, с вами прощаюсь. Увидимся с вами в следующее воскресенье на телеканале НВК Саха.